Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Наверняка многие из нас слышали о том, что на планете резко и необъяснимо сокращается популяция пчёл. Некоторым кажется, что это явление беспокоит только энтомологов и любителей мёда. Тем не менее, об этой проблеме говорят уже несколько лет. Так что за угрозы несёт человечеству исчезновение пчёл? И в чём его причина? Альберт Эйнштейн, великий немецкий физик, не только сформулировал знаменитую теорию относительности. Ему принадлежит парадоксальный прогноз совсем другой области. Если пчела исчезнет с лица Земли, то человечеству останется жить 4 года. Пчёлы массово вымирают по всему миру уже несколько лет. За последний год их популяция на планете сократилась на треть. Ещё немного, и они окажутся на грани исчезновения. Это происходит во всём мире и очень интенсивно происходит у нас. Краснодарский край. Окрестности Новороссийска. Мы на одной из местных пасек. Её хозяин показывает нам свои ульи. У нас вот здесь одна рамка, обсиженная пчёлами, это 3000 пчёлок. Мы называем это улочка пчёлок. Пасеки – предмет гордости кубанских фермеров. Но это пока. Скоро всё может измениться. Здесь когда-то были пчёлы. Запустение полное. Пчёлки покинули гнездо, даже завелась моль, потому что некому было охранять. Вот это вот у нас идёт вот таким образом отход. Вымирание пчёл может серьёзно изменить природный баланс. Насекомые опыляют три четверти растений. Исчезновение полосатых тружениц приведёт к падению урожаев. Именно так уже происходит в Европе и Америке. Учёные дали название явлению – синдром уничтожения колоний. Но вот выяснить точную причину им пока не удаётся. Ну, у пчёл, как у любых живых организмов, есть свои враги, есть свои заболевания. И грибные, и вирусные, и бактериальные. Это одна версия. Но есть и другая. Это геномодифицированные препараты, которые вызывают нарушения и снижают плодовитость самок, могут вызвать их бесплодие, маток пчёл. Это самые различные ситуации, связанные, ну, просто с прямым или опосредованными формами отравления и уничтожения пчёл. Версия о том, что именно трансгенные культуры фатальным образом влияют на пчёл – одна из самых живучих. Каким же образом это может происходить? Это американский биохимик Пол Берг, Нобелевский лауреат. В 70-е годы он научился искусственно перемещать гены из одной бактерии в другую, создавая новые виды и организмы. Что такое трансгенный организм? Это когда в этот организм вводят какой-то один чужеродный ген. Ну, может быть, два. В каждой клетке животное или растительное содержится 30-40 тысяч генов, да? И вот добавляет всего один. Настоящий прорыв генной инженерии случился в 1977 году, когда было обнаружено, что некоторые бактерии способны переносить свою ДНК в геномы многих растений. Чуть позже был изобретён другой способ с помощью специальной генной пушки. Чудеса генетики появились чуть позже. Вот они – мыши, светящиеся в темноте. Такие опыты проводят не только на мышах. Красно-флуоресцентный кот или аквариумная рыбка Глоуфиш – ярко-розовое создание с белыми светящими сополосками. Впрочем, ещё до Берга советские учёные пытались изменить свойства полезных растений. Но они пошли по другому пути. Отечественная генетика использовала ядерные технологии. Сельскохозяйственные культуры подвергали воздействию радиации. Возникали многочисленные мутанты у культур, устойчивые к возбудителям. Например, грибковых болезней. Но американские экспериментаторы опередили советских. Они первыми применили новые химические технологии на людях. Полем для эксперимента стала дельта азиатской реки Меконг. Исполнителем крупного правительственного заказа – компания «Монсанто». Во время Вьетнамской войны эта корпорация производила так называемый «Агент Оранж» для уничтожения растительности в местах скопления партизан. Но когда война окончилась, то осталась аппаратура, и они стали создавать растения, устойчивые к химикатам. И у них была двойная прибыль. То есть они продавали растения и химикаты, которым они были устойчивы. Там гербициды, инсектициды и так далее. Спустя 30 лет, в середине 90-х, «Монсанто» стала главным поставщиком семян трансгенных продуктов на мировой рынок. Сначала фермеры, а потом и их покупатели были в восторге. Считается, что компании поставили своей целью захват продовольственного рынка. Морозоустойчивые помидоры, картофель ядовитый для колорадского жука, морковь слаще арбуза. Не овощи, мечта. Но к чему могут привести такие эксперименты? И почему ученые так обеспокоены? Дело в том, что в эти культуры встроен специальный ген бесплодия. Цель вроде бы понятна. Не допустить, чтобы в природе улучшенные овощи и фрукты вытеснили обычные. Но как это может повлиять на других представителей флоры и фауны? Трансгенные ставки выпадают в геном будущего организма и появляется организм химера, который бесплоден, поскольку химерный организм. И то, что сейчас происходит с биосферой, это, конечно, это катастрофа. В 1999 году доля поставляемых в Россию трансгенных продуктов впервые превысила 70-процентную отметку. С тех пор она только растет. Степень опасности никто не изучал. Кроме как на крысах были сделаны эксперименты, на человеке это, я считаю, что практически это невозможно сделать. К тому же этот эксперимент должен быть растянут во времени. Когда мы питаемся каждый день, съедаем морковку, пропуссу, рыбу, мясо, то мы съедаем миллиарды генов, которые содержатся в этих продуктах. Но они собственные, да? И вдруг появляется один новый. Почему это вроде вызвало такое жуткое опасение в окружающих? Ну да, теоретически можно предположить, что появление какого-то гена, какого-нибудь токсина, да, приведёт к тому, что этот продукт будет отравлен. Но на самом деле это даже смешно говорить. Но так считает только часть учёных. Если мы даже не обнаружим на вот этих добровольцах эффектов отрицательных, то неизвестно, как приём геномодифицированных продуктов скажется на поколениях в последующих. Каждый из таких продуктов подвергается тщательной проверке. Игорь Гольдман работает в Институте биологии гена. Его задача – получение для детского питания особого белка – лактоферина. Мы в качестве продуцентов выбрали коз. И вот мне удалось со своими сотрудниками, коллегами вставить туда ген лактоферина. И коза с молоком начала производить лактоферин, причём в концентрации в три раза больше, чем у человека. Это промышленно, это экономически значимо. В лаборатории разработали способ выделения лактоферина из молока коз. Впоследствии было создано две группы средств – как для питания, так и для лечения. И это реальная польза генной инженерии. Ирина Ермакова уже несколько лет пытается доказать – еда с трансгенами – мина замедленного действия. И вымирание пчёл – это только начало. Поскольку антикомы – это более коротко живущие организмы, то мы как бы замечаем, что они начали исчезать. Вот в Бразилии, которая является страной производителей ГМО, там до 80% исчезло бабочек. Ермакова убеждена. Встроенные чужеродные гены обязательно повредят и человеку. Они могут запускать механизмы, которые вызывают аллергию и даже рак. Но учёные-генетики называют это абсурдом. У нас есть исследования, которые показывают, что действительно вроде бы такое влияние есть. Но когда начинают разбираться более серьёзно с полученными результатами, то, как правило, выясняется, что есть какие-то ошибки в постановке эксперимента. Вот эти вот якобы обнаруженные влияния подвергаются сомнению. Чужие гены просто не могут проникнуть в организм человека. По крайней мере, вместе с пищей. Дело в том, что гены в нашем пищеварительном тракте, в желудке, перевариваются. И они не попадают в наш организм. Поэтому говорить о том, что вот чужеродный ген какой-нибудь там, я не знаю, петрушки попадёт в нам организм, а потом у нас где-нибудь подмышкой будет расти петрушка, но это проехать ещё из области фантастики, потому что этого быть не может в принципе. Многие достижения генной инженерии фантастикой уже не кажутся. Например, картофель, который не по вкусу к лорадскому жуку. Другое дело, что в магазинах почти не осталось продуктов, в которых трансгенные технологии не использованы в том или ином виде. Обычный гастроном. На полках магазинов сотни упаковок с пометкой не содержат ГМО. Но информированные люди утверждают, это, мягко говоря, не совсем так. Промышленное производство пищевых продуктов уже почти не обходится без трансгенов. Трансгенная пища, содержащая элементы трансгенных организмов, она, конечно, дешевле, чем обычная пища. По той причине, что внесённые гены улучшают разные качества, ускоряют рост и так далее. Без трансгеноза, без геномодифицированных организмов, дальше, наверное, прогресса невозможен. Генетически модифицированные продукты практически без ограничений используют на американском континенте и в Австралии. В то же время в Европе, скажем, даже и существует запрет на производство таких продуктов. То есть везде по-разному. У нас запрет на производство существует. Но рано или поздно этот запрет всё-таки будет снят. Доктор Ермакова уверена, пчёлы просто первые в очереди на вымирание, а человек где-то рядом, как и предсказывал Эйнштейн. Человек, наверное, не погибнет от трансгенных культур, а погибнет от того, что биосфера будет разрушена, поскольку организмы, короткоживущие, будут исчезать в первую очередь. И то, что сейчас наблюдается резкое сокращение биоразнообразия, исчезновение огромного количества животных и растений, мы внедрились в геном и сделали это очень грубым способом. Споры сторонников и противников трансгенов продолжаются. Ни у кого из них нет абсолютно убедительных аргументов. Но вот что интересно. В 2004 году на заседании одного из комитетов НАТО была поднята тема генно-модифицированных организмов. Речь шла об использовании их в качестве генетического оружия. И это уже серьёзный повод задуматься. Не правда ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова